у нас 11 час на градуснике 8 градусов тепла настоящая какая-то весна у нас тут началась и мы не смогли остаться дома вышли муж уже там виноград обрезает как раз пришло время в такую погоду подрезать наши деревья потому что мы осенью как-то не успели и собирались это делать уже ближе к весне но сейчас как раз такая погода все растаяло полностью все сухое сухая земля уже все впиталось вот у нас есть деревья которые надо обрезать абрикос вот он такой вымахал оказался высокорослые вот когда бездумно покупаешь саженцы то потом возникают проблемы с постоянной обрезкой потому что например у нас это сорт шалах и мы его купили просто где-то увидели купили он там у нас плохо приживался в одном месте потом в другом вот и тут попер и я когда стала интересоваться что же это за сорт оказалось что он высокорослый и моего в течение сезона подстригаем два три раза в течение теплого времени вот и получается что сейчас вот на зиму тоже его надо хорошо обрезать но и почему-то у нас не плодоносил был один абрикос всего почему я знаю почему потому что у нас тут монолиоз ходит по участкам поэтому в этом году персика не было и абрикоса не дал ничего вот персик у нас старый такой кривой пока еще оставили его вот его тоже надо будет немножко под подрезать и яблони две яблони у нас справа там в углу и за качели вот там яблонька но она небольшая это карликовый как раз сорт это все деревья вот яблонь и персик это деревья которые нам достались еще от предыдущих хозяев вот и мы я рассказывала что мы сейчас меняем у нас плодовый сад я посадила колонавидные деревья вот здесь вдоль дорожки сейчас плохо видно вот у нас вдоль дорожки во первых вот это слива колонавидная вот это персик с инжиром скрещены то шелковица вот поближе вот этот персик старый видите у него там уже проблемы со стволом плодоносил он плодоносил но в этом году уже монолиоз его доконал и не было ничего но то тоже надо будет еще подрезать потому что у нас те саженцы все еще маленькие у нас есть персик сейчас покажу вот так вдоль дорожки с посажены деревья вот видно да вот тут вот грушки у нас две там две яблоньки колонавидные это вишня там черешня вот это следующий вот то персик дальше и в конце там тоже черешня здесь в конце у нас кизил растет кизил мы пока оставляем это тоже у нас давно здесь сидит со времени покупки вот абрикос этот надо опять обрезать ну вот мы смотрим пока как это все будет происходить если он не будет плодоносить то надо будет его убрать сразу хочу сказать что с монолиозом мы боремся а соседи нет поэтому такая вот ситуация получается и в прошлом году мы экспериментировали с другим средством поэтому такой результат получился в новом году будем опять пользоваться тем чем мы пользовались уже занимается виноградом и я наверное возьму тоже секатор потому что хочется тоже что-то здесь обрезать и займусь какими-то маленькими деревьями вот так абрикос опять обчикрыжили даем ему еще шанс если он следующим летом не будет плодоносить то моего будем убирать обрезали вот так кардинально прям вообще коротко уже так делали он выпускает not сорт такой выпускает полтора два метра в высоту те ветки сейчас бы я конечно же брала какой-то другой сорт но я вот здесь тоже почистила вот это слива немножко подрезала и инжирный вот этот вот персик тоже подстрелить шелку не трогай потому что я ее уже корректировала убирала здесь лишние ветки вот эту черешню нижние ветки убрала груши смотрите с листьями стоят до сих пор то есть вот мороз минус 8 их вообще никак не коснулся яблоньки ничего с ними не делала тут колоновидный веток очень мало и вообще вот это еще не плодоносило а вот это вот было бы были плодики я показывала красные такие это черешню убрали верхушку чтобы она выше не росла ну тоже заявлено как колоновидное но там с этими колоновидными все что узкая и такое за растет вверх все называют колоновидными по сути вот яблоньки колоновидные ну груши по моему в принципе вот это слива у меня точно колоновидные ответим вот так растет они даже рост идет так и вот это вот вишня такая узенькая но я не хочу ничего об этом говорить это вот досталось очень сейчас кизила я его внизу полностью обрезала потому что у меня тут уже заросли были и мы убрали одну ветку вот эту ветку убрали она росла у нас на дорожку и у нас здесь дорожки здесь у дорожки я здесь освободила место тоже убрала лишние ветки и вот тут внизу все посрезала чтобы они не мешали мне дело в том что здесь у нас кизил маленький вот растет я хочу какую-то одну ветку потом вообще полностью убрать вот тут похоже два дерева посажены то не мы высаживали вот и вот это вот вообще полностью потом убрать а то и дать расти поэтому я вот освободила здесь место для того чтобы этому саженцу было солнце а это у меня ирга вот тут тоже ветки кизила они росли сюда на иргу я тоже их подрезала сейчас между ними есть просвет а то они тут переплелись вот ирга но таким кустом растет верхушки я еще осенью обрезала не даю особую высоту расти но так она вот с под земли дает мне вот такие ветки и черноплодку тоже чуть подрезала потому что я же говорю у нас тут дорожки чтобы не цепляться головой за эти ветки вот приходится так очищать все сегодня наша обрезка закончилась еще теплые дни впереди будут у нас счет слива на очереди там яблоньки я говорила и что еще у нас принципе она персик 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 еще надо будет подрезать сейчас пройдусь может быть внизу вот это уберу лишние ветки то что достану остальное уже может будет брать лестницу и все это срезать пересаживала магнолию убирала там из декоративного сада потому что она стала разрастаться мне там высокое дерево не нужно тем более это не дерево кустик видите как она у меня растет смотрю вроде почечки все живые все нормально сейчас единственное что здесь хочу такие ветки вот сухие есть вот такая в общем я уже взяла ножницы поэтому хожу здесь и все что мне нравится стригу и не хочется уходить отсюда потому что погода отлично перенесла все что нарезали нашу кучу это я видео снимаю унесла все ветки видели да на кучу то что мы обрезали муж начал виноград обрезать но еще не все это только чуть-чуть он подрезал это я сколько сейчас ходила носила и вот у меня вопрос спаржа это нами так зимует вот так она вышла из-под снега вот такие у нее яркие зеленые сочные листочки но я прочитала вроде бы нельзя все срезать вот а вот это вот я думаю что я сейчас срежу все-таки пока есть такая возможность но эти сухие точно не нужны секатор у меня с собой так что сейчас подстригу сухое срезала отнесла уже на кучу так зелененькая оставила вроде говорят что не надо все срезать чтобы не загубить силу роста там корни должны образовываться чем больше корней будет тем будет больше вот этих росточков которые надо срезать такое яркое солнце у нас этот застряла так уже соскучилась по свежему воздуху походить что-то поделать интересно на такая усталость была а теперь так хочется выйти и уже поковыряться тут у нас чесночок растет тут у нас вот зелень вся вылезла была под снегом мы по-прежнему ходим рвем сельдерей петрушка такая немного потому что я и тогда сорвала все на она не такая живучая как сельдерей он даже рукола у нас такая чудесная растет в кустик ну и все время показываю вам лук парей вот он в таком виде и щавель смотрите отличный такое солнышко сейчас хотела уже сегодня туда горшки не буду показывать на подоконнике так как уже наснимала тут много чего хочу вам сейчас рассказать про растение на штамбе зачем они вообще нужны и какая от них польза но начинала я с того что я делала сама растение на штамбе формировала вот например суга сформирована я это делала сама если бы этого не делала то это был бы большой такой куст и он бы закрыл здесь полностью вот эту часть внизу и не было бы вот это пространство нижнего сейчас еще покажу пример самый яркий пример это вот эта елочка мы когда купили участок тут тут росла елочка не знаю сколько и лет было но она уже была где-то полтора метра может быть может меньше ну и пока мы тут все это устраивали свой быт она начала расти интенсивно расти я поняла что это елка которая будет расти ввысь если ее не корректировать то она займет здесь очень много места и уйдет туда в высоту но самое главное что меня печалило у нас тут другой немножко был ландшафтный дизайн совсем другой скажем так вот и она своей юбкой внизу вот она заняла большой диаметр внизу возле своего стволика то есть это уже был такой приличный круг потому что эти веточки начали ну как у елок закрывать всю поверхность и когда я это увидела под не получается уже ничего не посадишь если если с ней ничего не делать то это будет все расти 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 и она займет огромное такое пространство это ель и тогда я оголила стволик началось с этого оставила тут кажется два или три междоузлия подняла в общем я зеленую массу наверх она была там вообще некрасивая вначале и что мне понравилось сразу же что под ней оказалось очень много места земли где можно посадить тоже растения то есть получился такой как бы второй этаж второй ярус растений чем хороши растения на штамбе что они освобождают внизу место для низких растений они сами выступают как еще дополнительный этаж в посадке растений и у кого маленькие участки то это очень хороший вариант хороший выход из этой ситуации поэтому многие растения я все-таки ставлю на штамп вот здесь тоже сосна у нас тоже так же но она понятно там внизу было бы голая но тем не менее мы ее сформировали она вот так вот много солнца внизу не мешает другим растениям расти которые я посадила уже позже вот такая же елочка мы ее высаживали покупали высаживали сами и она точно также внизу начала давать юбку и эта юбка начала занимать очень много места вот этих всех растений которые здесь сейчас посажены и бы здесь не было моем случае при недостатке земли это очень хороший вариант то есть сначала я вот этим занималась сама вот на штамп ставила вот такие вот туйки оголяла стволики и у меня внизу сразу появлялось очень много места когда я это поняла что мне можно будет делать второй этаж из растений то но вот смотрите это в этом году я еще делала нити как получается что можно делать два а то может быть и три яруса то есть у кого как я фантазии хватает это я уже в этом году поставила растение на ножки как я называю вот и что хотела сказать что потом я стала покупать на штамбах готовые растения вот например хакура нишики потом были куплены достаточно много сосен и елей и даже пихты я покупала но они к сожалению не прижились это был такой эксперимент и пихты на штамбах но я брала на доращивание я уже рассказывала это когда берешь растения не только привиты их буквально через два месяца продают полностью с тем деревцем на которые привели и ты сам все формируешь потихонечку убираешь то дерево на которые привели и следишь за тем как у тебя идет развитие вот я про эти сосны и проели все уже рассказывала двадцатом году это все было куплено после того как мы полностью переделали ландшафт ландшафтный дизайн эти сосны тоже вот смотрите здесь прям видно да что внизу у меня растут на первом этаже маленькие хвойные растения елочки там вот эрика гехеры тут посажены и вот тут получается в несколько этажей высажены растения и растения на штамбе вот если вы эти сосны были на коротком штамбе и либо они росли ну как они растут в природе то они занимали бы очень много места а так мы имеем и зеленую массу красивую на таком вот возвышение и в то же время мы экономим место под ними то есть это очень такой хороший вариант украсить наши сады когда хочешь много растений а земли у тебя мало здесь в каменистом садике у меня тоже очень хороший пример того как можно посадить растения много растений но они друг другу не будут мешать сосны на штамбах елочки вот тоже на штамбах вот видите но они абсолютно друг другу не мешают внизу растут другие растения здесь у меня даже пихта посажа и даже когда они станут больше начнут разрастаться то они друг другу мешать не будут можжевельник вот стриженый у меня я тоже без проблем могу внизу внизу что-то высаживать у меня там различные камнелопки флоксы шиловидные чабрец растет если бы этот можжевельник был в том своем природном виде то внизу вряд ли что-нибудь бы посадила поэтому я постепенно перешла к тому что растения но это купленные тут как бы ничего не делала только следила за ними и выращивала остальные растения я стараюсь теперь ставить как говорится на ножки оголяю стволики вот здесь например она у меня тоже была уже подушкой но это подушка видная форма внизу все вот эти веточки они лежали на земле вот это вот часть она была замусорена тут жили улитки слизни все что любят сырую землю сырые вот эти вот какие-то отходы все там благополучно зимовала когда я сейчас вот поставила ее на ножку во-первых очень декоративные цветы выглядит мне очень нравится нравится такие формы и плюс смотрите сколько здесь места освободилось я уже не знала куда эти прямо надевать потому что ель разрасталась и земли тут уже практически не было а мне хочется оставить примула и хочется чтобы они здесь цвели ранее весной это очень красиво и вот в итоге я получила некрасивую форму ели и внизу много места для того чтобы посадить еще какие-то растения ну вы поняли идею как вода вот видите везде у меня стволики оголяются потихонечку и внизу у меня здесь например все думаю растут там подседуемые луковицы тюльпанов и так дальше многоэтажность посадок растений для маленького сада это очень актуально вы видите вот там какой пример как раз шапки внизу еще куча растений и в итоге я могу иметь то что я хочу и теперь даже при густых посадках вот как у меня здесь да если взять по отдельности растений которые здесь посажены и если бы я с ними ничего не делала то это были бы заросли и им бы не хватило просто-напросто места но так как я их формирую и здесь тоже у меня уже все растения вот в этом году я их ставила тоже здесь вот чуть-чуть татуевик там вот сосны смотрите какие уже мощные там штамбики и оголилась место и тут могут у меня расти почвопокровные растения вот пожалуйста внизу такой пример а если бы это сосна росла в природном стиле то ветки они склоняются как правило вниз сейчас я это сосна на коротеньком штамбе привита сейчас я в принципе могу когда она начнет расти вверх если бы мне это надо было то я могла бы нижние ветки обрезать и поднимать этот штамб это же у меня получилось бы сосна на высоком штамбе это как можно самому сделать но мне в принципе здесь это не надо потому что мне здесь нужны низкие растения иначе у меня весь вид на сад он будет перегорожен и вот еще примеры вот здесь тоже все на ножке уже и крипто мире вот она у меня ножки видите тоже я и очень хорошо вычистила и смотрите сколько здесь тоже место она очень густая растет это крипто мире по ней появилось очень много места и в этом году я вкапывала камни но следующем возможно еще что-то буду туда подсаживать если там вот какие-то растения расти тут а вы тоже хорошо выглядит в общем многоэтажность в посадках это просто здорово это экономия места и мне такой вариант очень нравится думаю я основную мысль вам донесла по поводу растений на штамбе главное грамотно этим пользоваться и тогда сад будет интересно смотреться делайте многоярусные сады и все будет красиво смотреться очень интересные дизайнерские решения когда сад продуман на этом все сегодня 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 поработала на улице хорошо такая погода чудесная всем пока удачи и до встречи и и Продолжение следует...